В эфире итоговый выпуск программы Букинформы. Я Виталий Матюшин и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а поэтому выпуск будет многоплановым, насыщенным и интересным. Коротко о главном. В областном центре торжественно отметили День Конституции. В важный для каждого гражданина день в городе над Буком самым активным и целеустремленным молодым гражданам Беларуси были вручены паспорта, грамоты и награды. Открыто о самом главном. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис провел брифинг для представителей ведущих СМИ региона. 6 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников, 20 тысяч саженцев сосны и более миллиона цветочной рассады высадят в Бресте в нынешнем году. В областном центре активно реализуется проект «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста». Об этом и многом другом в программе «Итоги недели» на Бук ТВ прямо сейчас. Один из самых главных государственных праздников отметила 15 марта Беларусь – День Конституции. По сути, Конституция – это главный документ, который гарантирует свободу граждан и их права на жизнь, труд, образование. Четверть века основной закон служит правовой опорой независимости и гарантом прав людей. В Бресте 25-летие со дня принятия Конституции Республики Беларусь отметили торжественно и согласно добрым укоренившимся традициям. Торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Бресте. Главный документ юным жителям города вручили руководители исполнительной власти, общественные деятели, лидеры молодежных организаций. Юным брещанам, которые добились успехов в учебе, спорте, общественной жизни, посчастливилось получить свой первый важный документ из рук городоначальника, а также глав администрации. Наши корреспонденты успели побывать на всех торжественных церемониях. Виктория Нечаева аккумулировала все в один репортаж. По доброй, давно сложившейся традиции, в День Конституции Беларуси юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук авторитетных людей города. В Бресте лучших ребят, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, пригласили в Академический театр драмы. Они признаются, событие значимое, а потому немного волнительно, ведь в отличие от своих сверстников, эти девушки и юноши получают свой первый паспорт из рук городоначальника. Вообще, это самый важный документ, который на данный момент есть, и благодаря нему может все, что угодно быть, все от него будет зависеть, сможешь ли ты куда-то уехать или нет. Очень ждала, очень сильно, переживаю очень, но это очень трогательно и очень важно для меня получать мой первый документ. Я ждала паспорта, когда, ну, очень-очень давно для меня это было таким знаковым, приятным событием, что наконец-то я буду расписываться в паспорте. Это просто для меня было какое-то долгожданное событие очень. Конечно, это очень приятно, что я удостоена того, что мне мэр города будет вручать паспорт. Ребята получили сразу два важных документа – паспорт гражданина и Конституцию Беларуси. А еще подарки, ценные сувениры. В лаконичной, но запоминающейся беседе они делились своими мечтами и рассказывали, каким ведет дальнейший жизненный путь. Среди желаемых профессий – врачи, программисты, повара и военные, ветеринары и фармацевты. Пока что будущие медики, айтишники и спортсмены сидят за партами и точно сказать, кем станут, не могут. Но, понятно одно, эти ребята хотят быть полезными своей малой и большой родине. Уверен, что сюда отобрали лучших из лучших молодых людей нашего города. Сам факт вашего здесь нахождения – это ваш жизненный успех, элемент вашего жизненного успеха. Я не сомневаюсь, что через определенное время у каждого этот период, год-два, я буду вручать вам золотые медали и не поздравлять вас с очередными достижениями вашей жизни. Самое главное, что вы живете в суверенном и независимом стране, вы живете в самом красивом городе, в городе Бресте. И самое главное, что ваша жизненная позиция, ваши целевые жизненные установки нацелены на победу. Паспорт – это символ гражданственности, это символ любви к родине, символ патриотизма. Нам очень важно привить молодому поколению вот эти чувства и понимание ценности паспорта, понимание значимости Конституции для жизни страны и для жизни каждого отдельного человека. В рамках акции «Мы, граждане Беларуси», посвященной Дню Конституции, свои первые паспорта обрезки школьники также получили из рук главы администрации Московского района города Вячеслава Дашкевича. Этот важный день останется в памяти 14 лучших школьников. Церемония состоялась в лицее номер один имени Пушкина. Я могу гордиться своей страной, потому что, на мой взгляд, наша страна, она высокоразвитая. В ней все хорошо, нет всяких боевых конфликтов, мы все живем мирно, поэтому я горжусь своей страной. Конституция для меня это основной закон и в нем прописано все, что гарантирует мои права, обязанности, свободы и свободы других граждан. Эти ребята, они уже родились и выросли в стране независимой свободной нашей республики Беларусь. И я уверен, что они с гордостью пронесут звание гражданина Республики Беларусь и будут достойными гражданами нашей страны. С лучшими представителями молодежи встретился и глава администрации Ленинского района города. К слову, для ленинцев день Конституции выдался особенно насыщенным. Состоялось пополнение рядов общественных объединений, вручение благодарственных письма от администрации района и, конечно, главное, вручение паспортов лучшим представителям молодежи. А в Ленинском районе таких немало. Официально дается первый документ, потому что еще нет стата, еще нет диплома, еще нет других документов. Вот первый документ и ты, полноправный гражданин этого государства, у тебя есть документ, который во всем мире ты можешь предъявить. В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию дня принятия Конституции, специалисты в области права провели бесплатные юридические консультации. К слову, акция проходила не один день, а на протяжении всей недели. Этой возможностью воспользовались порядка двух тысяч жителей. Специалисты отвечали на самые разные вопросы, которые относятся к сфере юстиции. Большой спрос акции «Неделя бесплатного консультирования» вызвала у молодежи. В этом году в рамках празднования тысячелетия города Бреста, нотариусы именно Брестской области проводят эту акцию целую неделю, с 11 по 15 марта. И сегодня мы присоединяемся уже к республиканской акции. Вопросы бывают разные, и мы расширяем круг специалистов. И на сегодняшний день у нас представитель органов ЗАГС в наш круг влился, и еще представитель Фонда социальной защиты населения. Виктория Нечаева, Наталья Луговкина, Юлия Селюк, Андрей Щерба, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Открыто о самом главном. В преддверии Дня Конституции губернатор региона Анатолий Лис провел брифинг для ведущих представителей СМИ области. В рамках открытого диалога были отражены те вопросы, которые сегодня волнуют не только представители вертикали власти, но и людей. Кроме того, председатель облсполкома обозначил свое мнение в отношении тех тем, которые сегодня особенно на слуху. Более 10 ключевых позиций и комментариев. С какими результатами Брещина вступила в 2019-й? Насколько выполняются планы по вводу жилья? Есть ли безработица? И какой видится перспектива открытия аккумуляторного завода? Анастасия Ноздрин-Плотницкая с главными тезисами большого разговора. Один час и более чем десяток тем. Таким насыщенным получился брифинг председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса с журналистами ведущих СМИ региона. Своё выступление губернатор начал с того, что обозначил важность подобных встреч, понимая, насколько серьёзно жители области относятся к той информации, которая появляется на официальных интернет-порталах, сайтах изданий, в новостных эфирах. Вы не только информируете население через газеты, телевидение, интернет о том, что происходит в области, но и во многом формируете общественное мнение людей. Их отношение к тому, что происходит в регионах, как работают органы власти и какие проблемы они решают. Это непосредственная ваша задача. Надеюсь, вы понимаете и те принципы, которые лежат в основе журналистики. Это оперативность и объективность, ответственность перечитателями и зрителями за свой информационный продукт. Я внимательно читаю прессу, просматриваю интернет, анализирую ваши подходы к подаче информации и те акценты, которые вы расставляете при освещении той или иной темы. Конечно же, тема номер один – социально-экономическое развитие региона. За последние несколько лет удалось увеличить темпы роста волового регионального продукта – одного из ведущих показателей. Сегодня он находится на уровне 105,8%. В приоритете по-прежнему остается развитие пищевой промышленности и ее экспортного потенциала. При влечении иностранного капитала и инвестиций – еще одно важное слагаемое функционирование экономики. Более чем в полтора раза превышен прогноз по поступлению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. В цифрах это более 92 миллионов долларов США и 17 инвестиционных проектов. Все это благоприятно сказалось на финансовых показателях. Достаточно стабильная ситуация и с финансовыми показателями. Экономикой области за прошедший год получено 725,5 миллионов рублей чистой прибыли. Что составляет более 14% от республиканского показателя. Доля убыточных организаций в общей численности сократилась за последние три года практически в два раза. Медицина и ее оснащение сегодня находятся на достойном уровне. Это подтверждают цифры дохода от внебюджетной деятельности. Губернатор подчеркнул, если есть спрос, значит уровень и качество оказания медицинской помощи не нуждаются в дополнительных комментариях. Строительство. Эта тема в последнее время для региона все больше рассматривается с позиции подготовки областного центра к тысячелетию. А это ввод жилья, его объемы за последние несколько лет существенно выросли, модернизация и строительство современных объектов дорожной инфраструктуры, западный обход, Кобринский путепровод, открытие новых зданий и сооружений, капитальный ремонт жилого фонда. За два последних года были выполнены работы на сумму свыше 25 миллионов рублей по благоустройству, капитальному текущему ремонту уличной и дорожной сети и дворовых территорий. Да, естественно, что не все сделано, и особенно граждане, видя, что где-то делается по соседству, естественно, требуют и просят о том, чтобы оказали всем. Но это сделать невозможно. И за один год, и даже к тысячелетию, естественно, что все дворовые территории привести в порядок, значит, не предоставляется возможным. Но это не говорит о том, что эта работа будет завершена тысячелетию, и после этого никто ничего делать не будет. Это работа постоянная. Экология, экологическая среда в области – то, чему в рамках брифинга Анатолий Лис уделил особое внимание. Особенно остро эта тема зазвучала в рамках строительства аккумуляторного завода, по воду которого у губернатора есть свое мнение. Он дал поручение собрать мобильную группу, которая будет исследовать воздействие предприятия на окружающую среду. В ее состав должны войти представители общественности. Никто ничего скрывать не будет, уверен председатель облсполкома. Такая форма совместной работы позволит получить объективную информацию и исключить имеющееся на сегодняшний день определенное недоверие и беспокойство со стороны граждан, которые упорно не хотят доверять официальным источникам информации. Еще один вопрос. Что будет в случае выявления нарушений заводом требований экологического природоохранного законодательства? Я уже этого касался. И это не обсуждается, что если такие случаи будут выявляться, в данном случае завод работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений, никаких предприятий у нас ни в области, ни в республике не будет. Общение губернатора с журналистами получилось многовекторным, а поднятые темы помогли сформировать представителям четвертой власти конкретное мнение по отдельным явлениям жизни области. Встречи в таком формате получат периодичность и будут продолжены. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Тысяча. Именно под таким девизом пройдет 2019-й в Бресте. И это неудивительно, ведь Брест отмечает в этом году свой тысячелетний юбилей. Старт уже дан, а всего начиная с января в городе будет проведено тысяча мероприятий. Откроются новые социальные, культурные и транспортные объекты. Прогремит не один праздничный концерт. Акция «Тысяча деревьев к тысячелетию» – это один из проектов, инициированных городской администрацией. И к ней уже приобщилось немало предприятий, организаций и просто неравнодушных людей. На этой неделе к инициативе присоединились представители СМИ, блогеры, бизнесмены и представители транспортной сферы, ЖКХ, торговли и активисты БРСМ. Как это было в материале Ларисы Осмолович. Садить деревья – дело привычное, я смотрю. Дело приятное. Самое важное, что это дерево проживет не один десяток лет. У нас не будет, а дерево будет. Наши потомки будут здесь отдыхать. Парк нельзя построить. Парк только можно вырастить. Поэтому я вам так скажу, что мы должны этот парк и после тысячелетия сажать деревья в этом парке будем. Поэтому строительство парка – это даже как термин не совсем корректно. Понимаете? Парк выращивают. Что мы сегодня и делаем, да. Помните, у Маяковского через четыре года здесь будет город-сад. Город, красивый, ухоженный, комфортный, есть. А вот парк, который сегодня с любовью закладывают неравнодушные люди, будет. И, наверное, пусть не через четыре года, а чуть больше, здесь зашумят зеленой листвой клёны и березки, катальпы, кедры, декоративные яблони. В народе говорят, дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи. А потому брещане, понимая суть данной инициативы, присоединились к ней дружно. Акция «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста» стартовала в 2018. Год 2019-й будет в этом плане весьма ударным. Мы ставим задачу, чтобы Брест, как раньше, был самым зеленым городом Республики Беларусь. И тот тренд, который сейчас есть, те поручения на уровне даже главы государства, которые есть по зеленению, это прекрасный повод эту работу утроить, удестерить, что мы в этом году и будем делать. Второе. Эту работу спокойно могли бы сделать коммунальные службы. Но нам очень важно, чтобы вовлечь все группы наших брещан в этот процесс. Поверьте, что то удовлетворение, которое сейчас мы все получили, посадив дерево, оно такое, наверное, где-то у нас на генном уровне есть. И очень здорово, что уже сейчас мы имеем, по данному только лишь в начале весны, мы имеем тысячу уже посаженных деревьев. Тысячу. Такого не было никогда. В этом году мы в феврале приступили к посадке деревьев. С учетом нашего климата мы впервые в феврале начали плановую посадку. Стоит задача реально посадить 6 тысяч деревьев, но это не деревья должны быть не маленькие, а 2,5-3 метра. Первую аллею в парке Тысячелетия заложили корреспонденты и блогеры. Аллея СМИ с именными табличками. Например, березка телекомпании Бук-ТВ или деревцы Сапкорова издательского дома «Беларусь сегодня». Здорово звучит. Мы считаем, что это очень стоящее дело. И очень здорово, что в этот такой юбилейный год для нашего города у нас в парке будет наше дерево. Валентина, вам как? Замечательная акция. Холодно. Но дерево, мы надеемся, вырастет. Мы будем приходить его и поливать. В этом году Брест станет богаче и зеленее на 6 тысяч деревьев, около 10 тысяч кустарников. Специалисты коммунальника высадят более 1 миллиона цветочной рассады. Уже разработаны эскизы цветников. Будут и новые объекты озеленения. На одном парке никто останавливаться не собирается. У нас еще очень много мест, пустырей, где, в принципе, так и просится нормальный, хороший сквер. Аналогичную работу мы очень интересно задумали по партизанскому проспекту. Помните, наверное, была композиция партизанам, которую мы убрали, да? И вот нашли очень интересное решение, где мы и увековечиваем память, почему партизанский проспект, и сделаем такой очень интересный тоже скверик. Опять же, там, где люди ходят, сделаем хорошее, такое нормальное благоустройство. По городскому саду, вы, наверное, тоже здесь скрывать от вас не буду, мы поставили такую задачу. Без бюджетных денег, за счет субъектов хозяйствования, реанимировать в этом году городской сад. Мы увязали два проекта. Это набережная реконструкция набережной и городской сад. В этом году, в июле месяце, вы не узнаете ту зону. Практически, значит, мы гармонизировали два проекта, и в городском саду уже начато работать. Нашли огромнейший камень, скоро привезем, я сейчас вам все расскажу уже. Огромнейший камень, и сейчас поставить просто камень, написать на нем «Брест-2019» – это банально. Поэтому сейчас работаем с художниками, с нашими архитекторами, чтобы с этого камня еще сделать какую-то композицию. И этот центральный камень будет именно в центре того исторического места, которое, как говорят, в средние века было на месте городского сада. Кстати, огромный камень уже находится в городском саду. Размеры впечатляют. А инициативу по озеленению города в парке «Тысячелетия Бреста» активно подхватили представители бизнеса, торговли и транспорта. Они высадили более сотни саженцев, приобретенных за счет организации и предприятий участников акции. Цель – сделать любимый город еще красивее. Объединила всех собравшихся, которые превратили еще одну часть пустыря в молодой парк. Мы с большим удовольствием участвуем в сегодняшнем мероприятии. Сегодня присутствуют представители автобусного парка, представители троллейбусного парка и коммунального транспортного предприятия «Брест Гуртранс». Будет высажено 43 клёна астролистных. Поэтому данное мероприятие мы поддерживаем с большой надеждой в светлое будущее, во все самое хорошее. 40 деревьев пополнили экологическое будущее города в районе улицы Высоковской, на участке, где расположены дома семейного типа. За лопаты взялись работники спецпредприятия Брестского городского ЖКХ. Новые зеленые насаждения должны стать настоящим украшением территории, которая сегодня не слишком богата на оттенки зеленого, желтого и оранжевого. Мы, как и все граждане города Бреста, участвуем в акции «Тысячи деревьев к тысячелетию города Бреста». Я думаю, что каждый брещанин хочет, чтобы его город был еще краше, еще лучше. И наше Брестское специализированное предприятие участвует в этой акции. Наши сотрудники сегодня здесь сажают деревья. Нам городские власти выделили участок в этом районе города. Здесь находятся детские дома семейного типа. И мы хотели, чтобы им тоже было приятно в нашем городе жить, ощущать себя. Поэтому мы сегодня здесь. Не остались стороне и представители образования. В учебно-педагогическом комплексе «Ясли сад начальная школа номер 6» прошел субботник, на который вышли учителя и их воспитанники. Приобщились к акции и родители. Трудились дружно, с энтузиазмом, а главное с хорошим настроением. Это акция в поддержку стартовавшей в нашем городе. Акции «Тысяча деревьев» городу Бресту. Сегодня учащиеся вторых классов совместно с классными руководителями, с родителями осуществляют высадку деревьев по периметру территории школы. Участвуют и большие, и маленькие. У всех у нас одно общее желание. Сделать наш город красивым, сделать наш город уютным, сделать наш город зеленым. Акция «Тысяча деревьев» к тысячелетию Бреста продолжается. А значит, все мы можем к ней присоединиться. Главное – лично ваше участие. Лариса Осмолович, Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Григорий Пекарский и Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Тысячелетний юбилей Брест бесспорно встретит во всей красе. Для этого было сделано немало. Проведены капитальный ремонт многих зданий и построены новые. Реконструированы и реконструируются важные объекты дорожной инфраструктуры. Сегодня наш разговор с главным архитектором о том, что такое дизайн-код в формате Бреста. Что может сделать город уникальным, презентабельным, ярким и при этом доступным для иностранцев. И какие из этих качественных преображений произойдут уже совсем скоро. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Брест для людей, которые каждый день перемещаются по его уютным скверам и большим проспектам – это что-то обычное. То, что окружает в повседневной жизни и является ее неотъемлемой частью. Но каждый новый элемент, который появляется в городской среде, меняет ее архитектурное решение, создает новую концепцию или еле уловимую приятную для глаза форму. Все это специалисты называют дизайн-кодом города, что подразумевает единую стилистику оформлений. То есть каждый район будет иметь уникальное архитектурное решение. В преддверии тысячелетия выработка индивидуального дизайн-кода для Бреста стала темой обсуждаемой. В числе первых изменений – переформатирование павильонов уличной торговли, временных по улице Гоголя и постоянных, например, возле комплекса «Брестская крепость-герой». Это памятник культуры, памятник архитектуры, это мемориальный комплекс. Поэтому, конечно же, накануне тысячелетия оставить там те палатки, которые стояли, блинами торговали, на колесах продажи было, тоже, конечно, это было неправильно. Поэтому решили разрешить все-таки предпринимателям заниматься продажей сувениров, может быть, даже какие-то кофе, напитки. Но с условием унификации, как вот этого образа павильонов, которые будут находиться перед звездой. Поэтому предприниматели здесь согласились, мы с ними встречались несколько раз, отработали дизайн, они сейчас его реализовали. Свой дизайн-код сегодня имеют многие города мира – Берлин, Мюнхен, Париж, Нью-Йорк, Москва, Санкт-Петербург. Со временем Брест также приобретет свою концепцию. Еще один важный этап, к реализации которого в Бресте уже приступили – разработка грамотных схем перемещения транспорта по городу, оборудование остановочных пунктов. Принцип 3К – комфорт, качество, креатив – будет воплощен в интерактивном формате. Это будет универсальный такой павильон с единым логотипом, например, к тысячелетию города, с единым шрифтом. Но, например, вот эта задняя стенка, которая будет выполнена из триплекса, например, там может быть нанесен некий, ну, либо узор, либо какой-то образ привязки к месту. Если технический университет, может быть, это тема науки. Если это, например, театр кукол, это может быть какая-нибудь тема театральная. То есть все-таки, чтобы еще была привязка к месту. Облик глазами туриста создается из многих составляющих. И то, что на первый взгляд кажется чем-то неважным, на самом деле играет большую роль в оформлении города. Например, таблички с названиями улиц. А ведь и они расскажут много о тысячелетнем городе над Бугом. В преддверии миллениума сотрудники Музея истории города провели большую работу и создали проект, объединивший улицы Старого Бреста. Специалисты по архивным документам определили их названия, которые менялись на протяжении столетий, и предложили увековечить их на отдельных зданиях и сооружениях. Проект победил в конкурсе и планируется к реализации. И те же улицы, и перекрестки, и дорожное покрытие – это тоже история нашего города Бреста. А название улицы – это вообще как бы отражение эпоха той или другой. А если вообще, что наш город находился на протяжении всей своей истории на порубежье, и поэтому он так часто менял названия своих улиц, потому что он переходил с одного политического образования в другое. И в первую очередь, когда менялась власть, конечно же, что делали? Переименовывали улицы. И поэтому мы не за переименование улиц, но мы за то, чтобы они были отражены. Все-все-все названия улиц, которые были присущи нашему городу, той или иной улице. Примеры качественного благоустройства городских улиц в новом формате с учетом расстановки объектов инфраструктуры, дизайнерской концепции и архитектурных решений уже есть. Партизанский проспект, первый этап реконструкции которого был завершен еще в 2018-м. Со временем к подобному формату придут и другие районы города, с учетом индивидуальных особенностей каждого. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Город Брест в Беларуси давно имеет статус франкофонного. В этом направлении уже не одно десятилетие лидером является средняя школа номер 15. Сегодня это платформа комплексного обучения юношей и девушек. Минимум сухой и скучной теории, максимум взаимодействия с носителями языка, работа с аутентичным материалом и литературой. Порядка 10 лет в учреждении образования развивается билингвистическая секция, в рамках которой, кроме уроков французского, у ребят есть дополнительные предметы на иностранном языке. Масштабную деятельность брестских педагогов оценило Министерство образования страны Гюгои Вольтера, Франция. Накануне на фасаде школы появилась специальная табличка. Что это за знаки? Насколько важно такое признание? Подробности далее. Белорусский Брест и Франция. Кажется, что может их объединить? Нет, не только одинаковое название городов, как подумали многие. В Бресте в средней школе номер 15, так же, как и в стране Бальзака, любят французский язык и французское слово. На французском здесь говорят, пишут, изучают экономику и страноведение, развивают театральное искусство. В 15-й школе французский язык изучают уже давно. Однако особый статус дисциплина получила порядка 10 лет назад, с момента открытия билингвистической секции. Формат обучения приятно удивляет. Занятия в небольших группах, работа не только с классической грамматикой, но и печатными изданиями, книгами, брошюрами, программами радио и телевидения. Одним словом, всем тем, что окружает французов по жизни. Ребята активно участвуют в конкурсах и фестивалях, занимают высокие места на областных и республиканских олимпиадах. И самое главное, они получают удовольствие от того, чем занимаются. Язык я учу уже достаточно долго, с первого класса. И все-таки в этой школе мы учим его достаточно углубленно, я считаю. То есть нам дает достаточный уровень, чтобы мы его понимали в любой степени. Будь то какой-то документ или же научная статья. А в общем-то французский очень красивый язык, и он мне дает базу для изучения других языков той же латинской группы. То есть итальянский после французского будет очень простым. Все это стало основанием для присвоения Министерством образования Франции средней школе номер 15 города Бреста почетного статуса «Ля Балифраунс и Декасьон». Открытие памятного знака состоялось накануне. Участие в торжественном мероприятии принял первый советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Беларуси Александр Пике, представители вертикали власти города, педагоги и учащиеся школы. В торжественный день в адрес виновников торжества звучало большое количество поздравлений и пожеланий. У нас есть высокие достижения именно в этом направлении. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, ребята и учителей французского языка, за ваш труд, за ваши высокие достижения. Спасибо вам огромное. Знак качества «Ля Балифраунс и Декасьон» присваивается учебным заведениям в разных уголках мира. Главный критерий – особые успехи в изучении и продвижении французского языка. Для многих аналогичных учреждений 15-я школа может быть примером. Этот бренд «Ля Балифраунс и Декасьон» – это знак качества для всех школ в мире, у которых есть очень высокий уровень на французском языке. И вот факт, что уровень очень высокий в Бресте, нам очень приятно. Кроме торжественного открытия памятного знака, в учебном заведении прошла большая встреча Александра Пике со школьниками, в рамках которой дипломат ответил на вопросы ребят, а также лично оценил их уровень владения языком. Зажигаем звезды! За право называться лучшими в творческой сфере в эти дни в Бресте борются 3000 человек. Международный разножанровый фестиваль «Миллениум» собрал представителей 37 городов из пяти стран. По сути, это уникальный масштабный проект, который раскроет творческий потенциал талантливых участников и позволит обратить внимание на одаренную молодежь. А еще именно этот фестиваль дает старт культурным мероприятиям, посвященным тысячелетию города. Фестиваль, название которого говорит само за себя, «Миллениум» – это праздник для всех. А потому встречали участников из пяти стран, как полагается, по-белорусски гостеприимно и искренне, по-домашнему. Задолго до открытия фестиваля жизнь кипела в холле Дворца культуры профсоюзов. Здесь было большое количество развлечений, творческие мастер-классы, компьютерные игры, изготовление сувениров своими руками, выставки, точки объектов питания и многое другое. Три тысячи участников такого еще не было у нас в городе. Это здорово. Учитывая, что они приехали с родителями, с дедушками, с бабушками, в настоящий момент все гостиницы города уже заняты. Люди смотрят наш город Брест. Мероприятие очень хорошее. Мне нравится формат его проведения. Это пример очень интересного и взаимовыгодного государственно-частного партнерства. Здесь есть сочетание коммерческой идеи, желание власти сделать культурную жизнь в городе более разнообразной и, естественно, желание родителей, дедушек и бабушек увидеть в своих чатах в творчестве. Поэтому полное совпадение интересов, тем более под знаком тысячелетия. К этому мероприятию Брест готовился полтора года. Международный разножанровый форум «Миллениум» – это уникальнейшая возможность для творческих детей громко заявить о себе на всю Беларусь. Получить билет на большую сцену, выиграть денежные гранты и специальные призы, подготовленные организаторами. Огромнейшее количество призов и подарков от партнеров, от организационного комитета. Это и денежные премии, и какие-то супер подарки, супер призы. И обладателю гран-при, естественно, телевизор. То есть подарков много, есть за что побороться. Всего пять номинаций – вокал, хореография, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. И три тысячи претендентов на победу. Программа фестиваля впечатляет своим разнообразием и масштабом, но нисколько не удивляет. Размах ведь юбилейный. Только за первый день конкурсное прослушивание прошло 100 детей. Для кого-то это сцена триумфа, а для кого-то – дебюта. Сегодня буду удивлять вокалы. Это эстрадный вокал, возрастная категория 16-18 лет. Вот песня «Елосни» Кристина Гилера. Организация мне очень даже нравится. То есть все скажут, все покажут. Очень интересно, положительно. Я занимаюсь «My Baby». Мне пять лет. Я учусь музыкой, вокалом, танцами, гимнастикой. Ну, я переживала, но с увольнением у меня все было хорошо. Мне 10 лет. Я очень веселый мальчик. Я люблю песни. Спеть, танцевать люблю. Играя на фортепиано. Я выбрала эту песню, потому что она красивая, про путешествия, про острова и многое другое. Решать, кто из юных талантов достойен победы, будет компетентное жюри, заслуженные артисты и деятели искусства Белоруссии и других стран. В таком количестве конкурсантов будут отсматриваться самые талантливые. Это, конечно же, вокал в соответствии композиции, вокальным данным, характер и энергетика. Субтитры создавал DimaTorzok Номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 17 марта ночью погоду будут определять атмосферные фронты. Днем на территорию республики начнет поступать теплая воздушная масса с юга-запада Европы. Утренний дождь и туман, порывистый ветер и переменная облачность. Таким будет воскресный день в Бресте. Температурный фон в течение суток будет колебаться в пределах 1-3 градусов со знаком «плюс» в ночные часы и до 11 прогреется воздух в дневные часы. 18 марта ночью в основном сохранится влияние теплой воздушной массы. По западу страны, а днем на большей части территории скажется влияние фронтальных разделов, перемещающихся со стороны Польши. Начало рабочей недели для брещан будет отмечено переменной облачностью. День пройдет без осадков, но комфортности в весенней погоде помешает западный порывистый ветер. Температура воздуха понизится и составит минимальное в ночные часы плюс 5-7, максимальное днем 8 градусов. Продолжение следует...